Женщины, какие вещи делают мужчин безумно привлекательными, хотя они об этом даже не догадываются? Помню, один неряшливый молодой человек жаловался, что он очень умный и всесторонне развитый, а девушки его отвергают. Так вот, девушкам не все равно на то, как ты выглядишь. Я, например, люблю ухоженных парней, как и мои знакомые. Парни, ухаживающие за собой, просто прекрасны. Мне нравятся открытые мужчины, которые способны говорить на разные темы, которым можно доверять. Помогают чем-либо доброжелательные, а не те, которые в тихом омуте. Наслушаются и потом бегут всем рассказывать. Ну, погнали. Первое. Грамотность и чистота речи. Очень привлекает, когда мужчина говорит о чем-то, используя разные речевые обороты. Второе. Простота. Когда он не зацикливается на мелочах, и если ты сделала что-то не так, реагирует спокойно. Третье. Внимательность. Когда он замечает мелочи, которые происходят с тобой, это просто... Четвертое. Некая пластичность, не знаю. Я, когда вижу, как парень двигается пластично, он сразу привлекает мое внимание. Пятое. Отзывчивость и открытость. Шестое. Когда у него есть увлечение. Особенно, если это спорт. Когда я смотрю, как мужчина занимается спортом, то это очень завораживает. Седьмое. Целеустремленность. Когда человек имеет определенную цель и движется к ней, то это не может не нравиться. Восьмое. Образованность. Если с мужчиной не о чем поговорить, то как можно быть с ним? Девятое. Искренность и доброта. Десятое. Не стесняется тебя при друзьях, семье, просто на улице. Первое. Спокойное отношение к теме женских проблем и дней, и забота по отношению к этому. Второе. Внимательность и талантность. Я, не привыкшая к такому, просто таю, когда мой мужчина надевает мне пальто, подает руку, открывает дверь и так далее. Третье. Он ко мне прислушивается, а не отмахивается или пропускает мимо ушей, делая вид, что понял. Четвертое. Будет, сделаем, понял, решу. Пятое. Уважение личных границ. Ух, и еще много всего, за что я влюбилась в своего парня. Хорошие манеры. Однажды мужчина придержал для меня дверь в офисе банка, и я сделал это с очень мягким и приветливым лицом, как добрый сказочный персонаж. Например, Хагрид. И мне сразу стало так приятно на душе. Не думаю, что смогу назвать что-то одно. Мне кажутся безумно привлекательными мужчины, которые носят костюмы, обладают спокойным, серьезным характером, но не боятся иногда выглядеть милыми. Действительно увлечены своей работой, хобби. Любят читать книги, могут обсудить их со мной и посоветовать что-нибудь. Проявляют искренний интерес к каким-то незначительным мелочам из моей жизни. Спрашивают разрешения, прежде чем прикоснуться ко мне. Касается тех, с кем я не знакома, знакома плохо. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Парни, которые носят черные водолазки. Я помню своего офигеть какого привлекательного одноклассника, который надел черную водолазку, а поверх пиджак. Я тогда просто выпало. Самостоятельность, опрятность, умение не разбрасываться словами, ответственность за свои действия, схожее чувство юмора и умение общаться. Не знаю, писали ли до меня это, но меня всегда безумно привлекали две вещи. Первое. Возможно, немного дотошно, но когда парень спрашивает, можно ли тебя поцеловать. Или не спрашивает, но напирает не сильно. И если понимает, что ты не готова к этому, просто оставляет это. Второе. То же самое с интимной связью. Уважение к друг другу и забота в этих делах. Просто мечта, когда парень спрашивает в первый раз, ты точно уверена или все хорошо. А также не отказывается от средств защиты. Ухоженные ногти. Думаю, мало мужчин об этом думает. И я не про лак, а про то, что их надо аккуратно стричь и чистить, а не грызть и рвать заусенцы. Больше всего нравятся те, кто не прячутся в панцире, которых не нужно допытывать, чтобы разговор стал хоть немного глубже уровня. Ааа, о, а чем занимаешься? Я считаю, что если вы хотите, чтобы что-то получилось, то нет смысла плясать вокруг да около с формальностями и продуктивнее всего, будет попытаться узнать мировоззрение, мироощущение человека. Многие парни слишком сильно тушуются и воспринимают даже банальные для девушек разговоры о чувствах, как огонь, об которым можно обжечься. Да и вообще, иногда ощущение, что большинство парней даже не рефлексируют ни о чем. А еще, конечно, умение подурачиться, весь день посторонично ссориться, разыгрывать всякую херню и ржать. Легкое отношение ко всяким приколам, типа легких шлепков по жопе, почему-то некоторых парней это оскорбляет. Умение круто спорить, лучшее в парнях и во многих людях, типа без оскорблений, аргументировано. Ответственность, внимательность, понимание и уважение к окружающим, а также умение позаботиться о себе. Этих пяти пунктов достаточно. Когда парень пытается полюбить то, что любишь ты, при этом он этого жутко боится. Мой друг очень сильно боялся лошадей, при этом я до безумия их люблю и даже успела научиться верховой езде. Он отчаянно боролся со своим страхом перед лошадьми, только чтобы полюбить их как я и съехать на тур по конной езде на свежем воздухе. У него получилось, но он уже переехал в другой город, а эта цель стала нашим первым пунктом в списке дел, когда мы снова встретимся. У каждой девушки свои предпочтения. И тут не столько внешность влияет, сколько внутренние качества и общий настрой. Я называю это быть на одной волне. Вот когда так, то человек сразу привлекательный, интересный. Многие еще пишут, что девушкам нравятся модельные лица. Сужу по себе. Ну да, я любуюсь такими лицами, потому что красиво. Но я не выберу себе в пару такого человека просто потому, что мне нравятся парни с большими носами. Кто помнит еще сериал «Скам», вот Вильям там мой идеал. Какой-то парень считает это своим недостатком, но в моих глазах он будет самым прекрасным. Просто если парень адекватный. Типа без тупых пошлых шуток и не менее тупых подкатов. Если хотите понравиться девушке, ведите себя как обычно. Без вредных привычек в виде алкоголя и сигарет, которые любят полюбили девушку не за внешность, а какие-то другие качества. Знаете, это так глупо выглядит, когда вы подходите к девушке на улице и говорите «Ты такая красивая, пойдем на свидание?» Или «Ты такая красивая, давай встречаться». У меня и мои подруги происходили такие встречи всего раз в жизни, но этого было вполне достаточно. Когда парень любит читать и даже готов рассказать тебе весь сюжет книги, так сказать, поделиться своими впечатлениями. Это невероятно круто, вы просто не представляете, насколько трудно найти человека, который любит чтение так же, как и ты. Так что, если вам нравится читать, не бойтесь делиться этим хобби с другими. Рано или поздно вы обязательно найдете своего человека. Джентльмены. И я не про супер высокое воспитание, это тоже неплохо, конечно. А просто искренне, идущее от сердца желание помогать окружающим и проявлять заботу к женщинам. В этом плане Питер Паркер для меня стопроцентный идеал. В жизни, к сожалению, такого не встречала. Разве что один раз, и то потом оказалось, что я ошибалась, и у него есть другая, а со мной он изменяет. Схожий вкус в музыке, запах, длинные волосы, черный юмор, саморазвитие, забота, само собой гигиена и ухоженность. Без этого никуда. А так определенная внешность не особо важна. Короче, женщин возбуждает, когда мужчина, который не выглядит и не звучит как пи***, делает невинные забавные вещи. Играет с котятами, детьми и так далее. Это кажется им милым. Доброта, честность, открытость, мягкость, эмпатия, отсутствие гендерных стереотипов и токсичной маскулинности. Из внешних качеств ухоженные густые волосы, особенно длинный и хороший подобранный стиль. Приятная улыбка и глаза. Голос тоже важен, он может повлиять на всю мою привлекательность для него. Изменено. Под голосом я не имею в виду стереотипный мужской голос. Мне нравятся разные типы, как и другим женщинам. Это не тип как таковой, это просто голос. И не могу сказать, да, мне нравятся все голоса, которые звучат как икс, потому что так не бывает. Самосознание. Что выражается в сочувствии к себе и другим, доброте, честности, глубоких беседах, спокойной энергии. В общем, настоящий хороший искренний мужчина, а не тот, кто притворяется хорошим парнем только для того, чтобы залезть к вам в штаны. О, и быть хорошим отцом собаки или хорошим отцом вообще. Защита. Мне нужно чувствовать себя в безопасности в их присутствии. Если я встречаюсь с парнем и мы идем по тротуару, мне нравится, когда он придвигает меня ближе к зданиям и ставит свое тело ближе к движению. Это кажется незначительным, но дает мне ощущение, что я могу немного ослабить бдительность и доверить ему свою безопасность. Это мило и тонко. Если я буду чувствовать себя в безопасности с ним, то со временем эти движения заставят меня растаять, и я смогу почувствовать себя свободной не только в одном. Что же я нахожу привлекательного в парнях? Взгляд. Не всех, но я могу и читаю взгляды людей, иногда чувствую то, что чувствует ко мне человек. Да, иногда и по взгляду могу понять, насколько я нравлюсь человеку. Если на меня смотрят влюбленными глазами, я вижу это и я начинаю чувствовать взаимность. Взгляд это целый мир человека, он способен рассказать о человеке больше, чем сам человек, о нем и его чувствах. Смущенные влюбленные взгляды тяжело скрыть. Мужественность, твердость, характер. Так сложилось в жизни, что я потенциально ищу защиту в парне. Я прекрасно знаю это, психологическую составляющую в себе и не борюсь с ней. Психологи скажут, тебе не хватало внимания отца в детстве, поэтому... Да, так и есть. Доброту и мягкость. Интересные качества в совокупности со вторым пунктом. Эти качества могут быть адресованы только мне. Не значит, что он должен быть такими со всеми. Умение принимает решение. Решительность. Решительности мне не хватает. Этот пункт я проецирую на себе, исходя из своей жизни. В этом плане человек должен держать баланс между моим сомнением и моей решительностью. Но спросить меня, хочу ли я этого или нет, никогда не будет лишним. Как бы все, сколько живу, понимаю, что внешность это лишь крупица от сущности человека. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры на более чем 6 часов без прерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все. Всем пока.